Добрый день, уважаемые журналисты и блогеры. Сегодня мы собрались на пресс-конференцию, которая в встречном порядке была создана в связи с тем, что 20 октября всего года в городе Алма-Ате национальной пресс-круге ТО Кублей выступил со своей пресс-конференцией по проблемному вопросу, который имеет общественный широкий резонанс и социальную значимость. Это проблема жилищного комплекса «Халковский» и взаимоотношения ТО Кублей. В связи с этим у нас принято было решение, поскольку нас на пресс-конференцию в городе Алма-Ате никто не пригласил, и с целью того, чтобы все-таки достоверно и объективно высказать свою позицию, мы сегодня вас собрали кратко изложено. По порядку работы мы сейчас представим всех спикеров здесь и участвующих, после чего мы выступаем, и впоследствии вы будете отвечать, мы ответим на ваши вопросы, которые у вас есть и не имеются. То есть вопрос «блиц-ответ» будет таким образом. Вот в связи с этим мы начинаем. Значит, соответственно, и как я уже сказал, поскольку прошла тест-конференция ТО Кублей, на наш взгляд многие факты были извращены, представлены в недостоверном свете, в том лишь свете, в котором было выгодно ТО Кублей. Правильно считается мнение о том, что в связи с тем, что идет судебный процесс, специализированный межрайонным суде по Западно-Казахстанской области, дело находится в первой инстанции, и поскольку в данном случае судебного акта, то есть вердикта по данному делу нет, мы считаем, что подобные заявления ТО Кублей, они недопустимы, потому что в данном случае общественность расценивает их как давление на суд определенное, в цели получения определенного респудебного решения. Мы выскажем сегодня свою позицию по данному факту, что, по нашему мнению, является недопустимым, и по каким обстоятельствам. В данном случае на сегодняшней встрече присутствует индивидуальный предприниматель Ирменова Жанар Сапарина, самый непосредственный застройщик, который осуществляет застройку жилищного комплекса ЖК Циолковский, ее адвокат и представители Клюнина Светлана Мансурна, член палаты юридических инстантов ЗКО, а также жители Циолковского 1 и Сабякова Динара, Мухаммедгалиева Буржан и Курманова Олега. Значит, первое слово я предоставлю непосредственному застройщику ИП Ирменова Жанар Сапарина. А, я забыл представиться, да. Значит, я являюсь представителем ИП Ирменова Жанар Сапарина, член палаты юридических инстантов Клюнин Виталий Константинович. Здравствуйте. Добрый день. Я ИП Ирменова Жанар Сапарина, индивидуальный предприниматель города Уральска. Занимаюсь строительством 2010 года. В 12 лет я строю многоэтажные живые дома. Доступное жилье в городе Уральские строи. Занимаюсь строительством. 12 лет за этот период у меня такое подобное, как сейчас данная ситуация происходит, никогда не было. Все жильцы, которые приобретали квартиры, оставались всегда довольными, получали теплые квартиры. В городе улучшаем инфраструктуру, улучшаем благоустройство, строим дома. Город, как вы видите, на глазах расцветает и улучшается. Также занимаемся строительством ветхого жилья. Также мы помогаем в строительстве и участвуем в многоквартирных жилых домах для инвалидов, малоимущих семей и многодетных мам. Кроме пользы городу я никакого вреда не приношу. Хочу заявить о том, что строив такое жилье, кроме пользы, больше никакого вреда не приношу. Почему-то со стороны Кублея идут такие напряженные судебные тяжбы. Как они говорят о себе, заявляют о том, что они завод и что завод закрывается, кроме как о них самих, я ни от кого не слышала. Пусть работают, пожалуйста, и расцветают. Причем тут и по Ирменово, и причем тут многоэтажные жилые дома. Я хочу также сказать, все документы, правоустанавливающие разрешительные, экспертиза на данный момент у нас имеется. Когда я приобретала земельный участок в 20-м году в марте, уже план детальной планировки был на данный момент. Поэтому какие ко мне претензии со стороны Кублея, тем более мы с ними никак не соприкасаемся, я не могу понять. Да, последние СМИ, в которые они участвовали, сделали пресс-конференцию, до такой степени меня затронуло, что я не могла сегодня не прийти и не ответить на все ваши вопросы. Я хотела мирным путем отрегулировать с господином Талгатом Аликовичем Берекешевым. Предложила целый подъезд жилого дома, который я строю. Там 15 квартир. Он отказался. Я предложила еще 15 квартир. Второй подъезд, который находится рядом с ним, для его же сотрудников. Но они отказались, подав в суд. Вот это мирным путем, то, что я хотела отрегулировать, не получается. Теперь я требую и прошу наши правоохранительные органы справедливо разрешить этот спорный вопрос. То, что они предоставляют в общее пространство медийное, то, что в СМИ и в прессе обсуждают, обливают грязью, я считаю, что это неправдоподобно, не основано, и это клевета. Тем более, они затрагивают мою семью. Не мои родственники, не моя семья, не родственники моего мужа. Отношение к данной ситуации на сегодня, что происходит между ТО Кублеем и застройщиками, никакого отношения не имеет. У них своя семья, своя работа, своя жизнь. Хочу обратиться в правоохранительные органы. Уже два года вот это длится. Уже люди устали. На сегодняшний день у меня страдают люди, которые ждут свои квартиры. Они скитаются по городу, снимают дорогое жилье, и у них не хватает денег на существование. У них есть дети, у них есть старики, в конце концов, в домах. Эти семьи хотят получить свои квартиры. Пожалуйста, обратите на это внимание и справедливо разрешите этот спорный вопрос. Полторы тысячи человек сегодня находятся на улице. И не получив свои квартиры, они ждут и смотрят на меня, когда же я им помогу. Но я в этой данной ситуации на сегодня, получается, не могу им помочь. Потому что ТО Кублей, не знаю почему, с какого-то для себя сделанного вывода, считает, что завод закрывается. Никто завод не закрывает. Никто против них никакие не выдвигают ни претензии, ни в прошлом не выдвигали, ни в будущем выдвигать никто не собирается. Следующее слово. Клюнин, Светлана Асурова. Уважаемые собравшиеся, коллеги, представители средств массовой информации. Мы собрались здесь для того, чтобы дать пояснение. То есть мы не хотим оказывать давление на суд. Мы не желали того, чтобы данная проблема была вынесена в медийное пространство. Но вот так сложилась ситуация, что мы хотим дать пояснение по ситуации, которая сложилась в Уральске вокруг строительства жилищного комплекса Целковский. В настоящее время в специализированном межрайонном экономическом суде Западно-Казахстанской области под председательством судей Журабаева рассматривается спор между ТО Кублей и государственными органами. Я хочу обратить внимание в лице Акима города Уральска, Государственного учреждения отдела земельных отношений, Государственного учреждения отдела архитектуры города Уральска о признании трех постановлений Акимата незаконными. Эти постановления в данном случае касаются жилищного комплекса Целковский, ну и соответственно застройщика Ерменова, а именно изменение целевого назначения земельного участка, утверждение проекта детальной планировки данного района и корректировка проекта детальной планировки данного района. Я хочу обратить внимание, что проект детальной планировки был изменен еще до того момента, когда Ерменова приобрела эти земельные участки, поскольку земельные участки она приобрела в марте 2020 года, а ПДП района был утвержден в 2019 году, в конце года. Я юрист почти 40-летним стажем работы всегда считала, вот я сейчас как раз отвечаю в том числе и в Уральской неделе, всегда считала, что так называемые поли битвы это зал судебного заседания, то есть для юристов поли битвы это зал судебного заседания в суде, где каждая сторона доказывает или опровергает пояснение друг друга. Ну вот, видимо, я ошиблась в данном случае, потому что рассмотрению данного дела предшествует беспрецедентное давление со стороны ТО Кублей в лице единственного его участника Берекешева Талгата Маликовича, представителя ТО Кублей Бахаджана Базарбек, как на всю судебную систему Республики Казахстан, так и на участников процесса в лице государственных органов через мессенджеры, через средства массовой информации. Для того, чтобы вынудить суд не рассматривать данное гражданское дело в правовых рамках, а заставить суд вынести решение в угоду истца, его представитель Базарбек унижает и оскорбляет председателя Верховного суда Республики Казахстан Асанова, состав коллегии Верховного суда, который рассматривал представление председателя Верховного суда, судью, который в настоящее время рассматривает данного гражданское, Акима Западно-Казахстанской области Искалиева, зам Акима города Уральска Кульбаева, бывшего Акима города Уральска Шенебекова и всех представителей государственных органов, участвующих в данном процессе. То есть рано или поздно мы должны были выйти и дать пояснение по этому вопросу. Видит Бог, мы не хотели этого делать до вынесения решения суда, но нам просто не оставили выбора. Базарбек перечислил все свое членство во всех общественных организациях. Он придумывает мнимые угрозы, окружая себя охраной. На наш взгляд, он фактически осуществил себе пиар-компанию за счет ТО Кублей, но никак не представляет их интереса в данном споре в суде. То есть это идет просто наглая пиар-компания со стороны одного человека. Базарбек берет на себя функции государственных органов, считает, что Аким Закова, председатель Верховного суда Республики Казахстан, судьи Верховного суда, судья Журабая, все неграмотные, некомпетентные, не знающие законодательства. И только вот он один, Бахаджан Базарбек, знает его лучше всех в нашей республике. Но все эти люди, я хочу обратить внимание, назначены на должность президентом Республики Казахстан. А по активным выступлениям юриста Бахаджана Базарбек, получается, что президент Республики Казахстан назначает на должности некомпетентных, необразованных людей. И только он знает, как правильно нужно разрешить данный спор, так тогда почему Кублей в лице своего представителя не доказывает свою правоту в ходе судебного разбирательства. А после каждого рассмотрения данного спора выходит на медийное пространство и обсуждает всех и вся, но только не данное дело. Я хочу внести, я еще раз говорю, что мы не хотим оказывать давление на суд, но мы хотим внести ясность для того, чтобы было понятно, что все то, что он сейчас говорит в медийном пространстве, не соответствует действительности. Потому что преподносится так, что несчастный Тео Кублей, который построил в городе и ввел, как он говорит, в эксплуатацию, установил санитарную защитную зону в центре города, в весьма заселенной черте города, то есть там северо-восток, так сказать, в поле его зрения находится весь микрорайон северо-восток, улица Кутикова, 23-я школа, детские сады, общество слепых. Вот он доказывает о том, что в 2015 году он там построил и ввел в эксплуатацию консервный завод четвертого класса опасностей. Я хочу доказать вот сейчас письменно, что в период с 2013 по 2022 года Тео Кублей по Потанина 13, это бывшая улица Полевая в городе Уральске, были представлены несколько земельных участков с различными целевыми назначениями. То есть на сегодняшний момент целевые назначения земельных участков, которые предоставлены Тео Кублею, не изменены, участок не объединен, и часть этих участков находится не в собственности Тео Кублей, а в долгосрочной аренде. То есть понимаете, что часть земли, на котором, как он говорит, он ввел в эксплуатацию завод четвертого класса опасности, находится в долгосрочной аренде. В том числе последнее постановление Акимата о предоставлении ему земельных участков в долгосрочную аренду датировано 22-м годом. Вот 28 февраля 2013 года постановлением Акима номер 455 ему был предоставлен земельный участок площадью 001-48 Га для организации погрузочных работ. 28 февраля 2013 года номер 460 постановления Акима ему предоставлен земельный участок сроком на 2 года для проезда. Постановлением Акимата от 12 марта 2015 года номер 888 ему была предоставлена еще часть земельного участка в долгосрочную аренду для организации проезда. 15 декабря 2016 года постановлением Акимата номер 4116 ему было предоставлено земельный участок на переоборудование части административного производственного здания и производственную лабораторию в соответствии с эскизным проектом на земельный участок в частной собственности по полевое строение 13-33. То есть единственный земельный участок, который ему там принадлежит на праве частной собственности, это полевое строение 13-31, на котором находятся административные здания и переоборудованная лаборатория. 19 мая 2017 года постановлением Акима номер 1422 ему был предоставлен земельный участок сроком на 5 лет для строительства складского помещения и организации погрузочно-разгрученных работ. 27 января 2017 года постановлением номер 249 ему увеличили количество земли для этих же целей. 19 июля 2018 года постановление Акима номер 1791 ему предоставили землю для организации погрузочных работ и обслуживания железной дороги. 26 декабря 2019 года постановлением Акима номер 2955 ему предоставили земельный участок для организации проезда. 28 ноября 2019 года постановлением Акима номер 2783 ему предоставили землю сроком на 10 лет в долгосрочную аренду для строительства овощехранилища и организации работ по его обслуживанию и погрузке и обслуживанию железной дороги. И наконец постановлением Акимата номер 318 от 24 февраля 2022 года ему был предоставлен опять земельный участок для оформления строительства складского помещения. То есть получается, что по Полевой, я еще раз говорю, по Полевой или сейчас это улица Потанино, за период с 2013 по 2022 года ни одного земельного участка для строительства какого-либо завода ему не предоставлялось. Далее, уважаемый суд, я хочу показать вам о том, что за период с 2006 года по 2016 год ТО Кублеев ввело в эксплуатацию следующие объекты на этом адресе. 25 апреля 2006 года был введен, значит, имеется акт приемочной комиссии номер 43, а 25 апреля 2006 года, в котором он вводит в эксплуатацию производственный цех и холодильник, который он построил хозспособом. Понимаете, за три месяца хозспособом был построен холодильник и здание. 31 марта 2015 года актом ввода в эксплуатацию он ввел котельную и офисное здание. И 17 марта 2016 года он ввел в эксплуатацию холодильный склад. Вот на протяжении всех судебных процессов мы выясняем, а где у нас завод четвертого класса опасности. И тогда у нас господин Базарбек говорит о том, что у нас имеется санитарно-защитное заключение от 2015 года. По поводу санитарно-защитного заключения и что это за санитарно-защитное заключение, я думаю, расскажет Виталий Константинович. Но в данном случае я хочу сказать о том, что санитарно-защитная зона устанавливается постановлением местного исполнительного органа, то есть акиматом города Уральска. Господин Базарбек говорит, что это неправда. Вот два примера. Акимом города Уральска Западно-Казахстанской области в 2015 году, 6 октября, была установлена санитарно-защитная зона КАС-ТрансОйл. То есть имеется постановление Акимата. Я еще хочу показать вам и сослаться на постановление Акима города Караганды. То есть если говорить о том, что это неповсеместная практика, вот у нас постановление города Караганды от 27 марта 2012 года. Об остановлении и закреплении санитарно-защитной зоны объекта имущественный комплекс производственной базы с данной котельной по адресу Караганда, Октябрьский район, Северная промзона, принадлежащая ТО Акнар ПФ. То есть подтверждение наших доводов о том, что санитарно-защитная зона должна быть установлена, извините, не санитарным заключением, а постановлением Акимата, нашходит свое подтверждение. И далее я хочу сказать, что почему это ушло все в медийное пространство. Поскольку ТО Кублей сам, не имея ни одного разрешительного документа, вот ни одного разрешительного документа, кроме того, чего я вам сейчас перечислила, требует соблюдения законодательства в свой адрес. То есть говорит о том, что вот его права нарушены, что он, значит, обращается в суд, и все вот, никто его не слышит, все коррумпированы и выносят непонятно какие решения. Чтобы увести внимание, суда заявляет о закрытии завода, то есть идет пиар-компания о закрытии завода, о признании его банкротом, о том, что там 650-700 человек останутся на улице. Он говорит о том, что мы заявляем о том, что завода нет. Нет, мы не заявляем о том, что завода нет. Мы говорим о том, что завод есть. И есть он по адресу город Уральск, улица Рыбцех, 55. Именно там построен мясоперерабатывающий комплекс, принадлежащий ТО Кублей. А по адресу Потанина, 13, никакого консервного завода 4-го класса опасности не существует. Существует только несколько холодильных установок, складов. Существует подъездной путь, существуют складские помещения. Существует две котельные, которые не участвуют в производстве, а обогревают эти здания. Существует административный комплекс, который этими же котельными в данном случае обогреваются. Но если у нас, извините, газовые котельные считаются вредными выбросами, тогда у нас весь город можно сносить. Можно снести весь первый, второй рабочий поселок, потому что там все обогреваются газом. По Потанина, 13, я еще раз хочу сказать, нет никакого завода 4-го класса опасности. Существует отдельный производственный цех, административные здания и набор складских помещений. И, соответственно, не установлена санитарно-защитная зона, потому что для того, чтобы ее установить, должны быть предшествовать определенные действия. Сейчас мы поясним. И мы считаем, что права ТО Кублей, вот эти вынесенные постановления Акимата, никак не нарушают. И вот в данном случае ТО Кублей, стараясь в лице его представителя, стараясь увести людей, вводя их в заблуждение, стараясь увести суд совершенно в другом направлении. Если бы была установлена санитарно-защитная зона, и она имела место быть по постановлению Акимата, ни одного бы постановления об изменении ПДП, о корректировке ПДП, об целевом назначении земельного участка ИПР Меновой не было бы вынесено. Но в данном случае идет просто абсолютный пиар компании и абсолютное желание представить ТО Кублей в лице Берекешева как особо пострадавшую сторону. В общем-то, не более того. Я все и закончила. Я продолжу, уважаемые коллеги. Сейчас коснулся вопроса, что такое СССР. Для общего понимания я объясню о том, что существует у нас законодательная база, которая регламентирует эти все понятия. Что такое санитарно-защитная зона, как она устанавливается, каким органам принимается решение. В данном случае ТО Кублей ссылается на то, что у нас в Республике Казахстан установлены правила, санитарно-педиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов, которые утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан 20 марта 2015 года за номером 237. В последствии, то есть уже в период судебных тяжб, законодатель изменил данную нормативу, то есть тот, на который ссылается ТО Кублей, он утратил свою законную силу. В настоящий момент также приказом исполняющего Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года принят новые санитарные правила. Они имеют точно такое же знаменование. Санитарные педагогические требования, санитарно-защитная зона объекта, являющиеся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека. То есть в данном случае законодатель в этом нормативном акте уже полностью конкретизировал все проблемные вопросы, которые сопровставали ранее. То есть сейчас, поскольку идет судебное заседание, то мы обязаны обращаться к ранее действующему нормативному акту. Вот той редакции, о которой я говорил, они называются санитарные педагогические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов. Они утратили силу. Соответственно, сейчас уже конкретизировано. Вот сейчас, если мы вернемся к старым правилам, ТО Кублей говорит о том, что они заводы. Но, как уже пояснили, мы выяснили о том, что ни одного документа, подтверждающего о том, что ТО Кублей является заводом, консервным заводом, не представлено. Более того, материалом дела, которое представлено сейчас, мы досконально все и тщательно изучили, и оказывается о том, что имущественный комплекс завод, как такового ТО Кублей, его и нет в природе. Все это со стороны ТО Кублей не более чем фейк. Причем фейк на государственном уровне, потому что статистическую отчетность они представляют именно именуя себя как консервный завод. Но, поскольку эту информацию никто не проверяет, соответственно, и госорганы принимаются этой информацией как завод. Более того, основной довод ТО Кублей о том, что ИПР не осуществило строительство жилых и многоквартирных домов в санитарно-защитной зоне ТО Кублей. На наш вопрос о том, скажите, пожалуйста, а каким же органом вам установлена санитарно-защитная зона, нам идет один ответ. О том, что у нас имеется на руках санитарно-педагогическое заключение номер 215 от 4 ноября 2015 года, в котором установлена санитарно-защитная зона 100 метров. Хорошо. Даже если посмотреть по самому тексту санитарно-педагогическое заключение, оно имеет определенные элементы классификации, так скажем, с действующими правилами на тот момент. Кроме того, вводится заблуждение непосредственно разработчикам этого документа, является ТО Научно-Производственный Центр Эко-Бастал, в который, вероятно, ТО Кублей обратилось. И им был изготовлен проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. То есть проект, прошу обратить внимание. И в данном случае санитарный орган, устанавливая границу, условные границы, потому что эта величина непостоянная, она может изменяться от различных факторов в соответствии с санитарными правилами. Как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Он просто дал свое заключение санитарным органом на этот проект. И в данном случае получается, что обоснование размера санитарно-защитной зоны, согласно этих же правил, что это такое обоснование размера? Размер, определяемый на полную проектную мощность объекта для работы в штатном режиме, наиболее неблагоприятных условиях рассеяния, выбросов и изучения аналогов. Вот если мы обратимся по датам, то посмотрим о том, что ТО Кублей всегда говорит. Мы запустили завод 30 марта 2015 года. Согласно данных правил, им может быть установлена санитарно-защитная зона в случае, если будет выполнена определенный комплекс мер, связанных с натурными исследованиями предельно допустимых загрязняющих веществ, как в атмосфере, так в шумовом ионизирующем пространстве. Соответственно, только после этого можно устанавливать санитарно-защитную зону. То есть это не требование и не приходь к Кубле, это требование законодательства. Но этих данных не было сделано. 4, 15, 30 марта поступает, они, как говорят, пустили нас в эксплуатацию, хотя до настоящего времени какого-либо документа, то есть акта ввода о эксплуатации консервных заводов, не существует в виде реальности. И до настоящего времени этот документ не представлен. Ранее работала общественная комиссия от Далды и Колонны, куда не было представлено. И также в ходе судебного разбирательства также не представлен акт ввода эксплуатации именно завода. То есть вот сейчас Слева Максонова говорил о том, что имеется акт ввода, но отдельный кусочек, да, там холодильник, производственный цех, но единого имущества комплекса нет. Каким же образом появляется санитарно-педагогическое заключение, когда оно должно быть только в течение года, собираться натурные исследования? Тут встает большой вопрос, наверное. В данном случае получается о том, что ссылаясь на санитарно-педагогическое заключение и что это якобы является установлением границ СССР, это в корне неверно, поскольку законодательством отрегламентирован вопрос дальнейшего действия. То есть земельный кодекс, статья 121, пункт 4, как раз говорит о том, что если имеется специальная зона, то в данном случае она определяется решением местным исполнительным органом. В нашем случае городским актематом. До настоящего времени, несмотря на то, что идут судебные теории, Кублей не реализовал свое право и туда не обратился. Именно с этим. Возникает вопрос о том, что каким образом местный исполнительный орган в лице своих уполномоченных органов, это ГУ отдел архитектуры и градостроительства, и ГУ отдел земельных отношений, должен был знать о том, что у завода Кублей имеется якобы установленная санитарно-защитная зона. Ее нет. Идет того Кублей всегда говорит, вот генеральный план, в генеральном плане, значит отсутствуют жилые дома. Но в данном случае, опять-таки, понимаете, единственное, что не захватило полностью генеральный план, но имеется выписка оттуда. По проекту, то есть в генеральном плане, утвержденном постановлением проекта 2014 года, вот в этом месте находится пересечение жилых дорог. Вот тут находится ТВ Кублей. Если ранее посмотреть на развернутую схему, то внизу вот здесь находится ТВ Кублей, и у него кружочком на графическом носителе установлена санитарно-защитная зона, которая не затрагивает жилые дома, которые вот здесь сейчас производят строительство. В данном случае у ТВ Кублей, он сам находится за пределами красных линий. Но в эти частности мы не будем впадать, потому что мы считаем, что в данном случае законные права и интересы ТВ Кублей принятыми решениями местного исполнительного органа, они не затрагиваются. Соответственно, хочу сказать следующее, что если лицо идет в суд за защитой своего нарушенного права, и суд обязан восстановить, в случае установить такое нарушенное право, но когда лицо заведомо знает о том, что надлежащим образом санитарно-защитная зона не установлена, но идет с требованием о том, что признать эти нормативные акты оптиматом недействительными и незаконными, в данном случае злоупотребляет осуществлением своими гражданскими правами. Злоупотребление гражданскими правами физическими и юридическими лицами Гражданским кодексом Республики Захстан не допускается. Граждане и юридические и физические лица должны при осуществлении своей деятельности руководствоваться в принципе добросовестностью, справедливостью и разумностью. И вот когда мы видим о том, что ненадлежащим листом в нашем понимании того кублей предъявляется лист, это как раз очевидно свидетельство о том, что идет явное злоупотребление гражданскими правами, что недопустимо. Так, ну, слово предоставляется жителям Циолковского-1 и Самбекова-Динара. Представьте, пожалуйста, пожалуйста. Меня зовут Динара Кисабекова. Я являюсь жильцом ЖК Циолковского, собственником Корпус-1. О данной проблеме мы узнали, соответственно, в прошлом году. И уже больше двух лет пытаемся понять, что происходит. Но мы теперь действительно начали разбираться во всем происходящем и поняли, что действительно ТО Кублей не имеет санитарно-защитную зону. Потому что ни на одном судебном процессе, если говорить в городе Уральск, уже прошло больше восьми заседаний, получается, вместе с подготовкой. И ни на одном из них мы не увидели этот документ, который подтверждает о наличии санитарно-защитной зоны. Соответственно, мы, жители, считаем, что Кублей никак... То есть наши дома, что не нарушают, да, никакую санитарно-защитную зону, так как ее вообще не существует. Они опираются на заключение 235, да, 4 ноября 2015 года, в котором там указано, что на расстоянии 500 метров нет жилых домов. Если вот об этом говорить, вот здесь мы взяли специально радиус, чтобы посмотреть, да, и показать. Вот ТО Кублей. Если говорить о том, что на расстоянии 500 метров нет жилых домов, тогда... Причем здесь наши дома? То есть здесь нужно говорить весь северо-восток, тогда микрорайон нужно вообще снести. С этой стороны, вот, за железной дороги, вот эта Алматинская получается, практически до улицы Алматинской тоже все жилые дома нужно снести. Там и частный сектор, и многоэтажные дома. С этой стороны и сюда попадают, и социальные объекты, даже 23-я школа, получается, попадают. С этой стороны общество слепых, тогда получается весь микрорайон вообще нужно убрать для того, чтобы ТО Кублей мог спокойно работать. Все, что сейчас происходит, это очень тяжело сказывается на наших, да, жильцах, на простых людях. Мы хотим, чтобы действительно справедливость восторжествовала. Многим некуда идти, и приходится жить даже вот во втором корпусе, у нас живут люди, потому что некуда идти. Оплачивать бешеные аренды сейчас люди не в состоянии, тем более вот сейчас, да, наплыв у нас с России. Есть многодетные, есть мать-одиночки, которые не могут спокойно жить в своих домах. Кто-то хотел улучшить свои жилищные, да, условия, приехал с поселков, продали все, что есть. И сейчас у нас только действительно есть надежда на то, что справедливость и закон в нашей стране действительно есть. Почему говорят о наших домах, но не вспоминают дома, которые стоят там с 80-х, с 90-х годов, у нас до сих пор вопрос возникает. Не может же быть такое, что вред идет только на ЖК Целковский, а все остальные дома как-то облетают вокруг. Ну, это вообще как-то немыслимо, да. Поэтому мы хотим, чтобы действительно нас услышали. Мы простые граждане, которые купили законно свои жилые дома. Часть из наших домов, да, заложена в банки. Например, если говорить о корпусе 1, 80% взяли жилье в ипотеку. Куда мы вот пойдем, если действительно так получится, что постановления Акимата были незаконны. Но, понимая, да, понимая то, что у Кублея не... Не надо здесь устраивать цирк. Давайте будет... Извините, можно я скажу? Тамара Олегкалиевна, я еще раз говорю. Вы даже не слушайте, мы вот все время, я наблюдаю за вами, вы даже не слушайте. Мы вообще не юристы, да? Вы саботирует кучкой? К нам, а журналистам тоже надо в уважении. Уважение будет в уважении в течение часа. Вот эти все слушают, вы в телефоне копаетесь. Просто по существу можно... По существу, да, по существу у Кублея нет санитарно-защитной зоны, и наши дома никак впадают в их промышленную зону, соответственно, их права никак не нарушены. И мы действительно ждем справедливого решения, что это наконец-то закончится, и суд действительно во всем разберется. Мы не хотим участвовать, да, во всех вот этих медийных пространствах, но из-за того, что мы хотим, чтобы нас тоже услышали, и то, что говорит Кублей, такие, ну, большая часть, да, не знаю, переигрывая, да, в медийном пространстве, в социальных сетях, нас везде блокируют, так как мы говорим так, как есть. Но если кого-то это не устраивает, это их право, конечно. Но действительно, мы хотим просто жить в своих домах, мы против ничего изначально не имели. И все это, наверное, должно уже закончиться. Так, слово передается Махаджан Галиеву, Баужан. Здравствуйте, меня зовут... Сиди, подожди, я слышу. Да нет, это не напусти. Здравствуйте, меня зовут Баужан. Я вот хотел добавить по поводу вот этих информационных войн. Это вообще, знаете, вот я понимаю, там, в войне, говорит, все средства хороши, но доходит до абсурда. Несколько высказываний было о том, что непосредственно Бахаджан Базарбек я понимаю и уважаю оппонентов, да, вот, которые участвуют в разбирательстве. Но Бахаджан Базарбек, например, выложил видео, он попросил якобы друга, чтобы сняли дом, второй дом. Его сняли вот сбоку, вот эта глухая сторона без окон, это боковая. И вот буквально вот так вот, пришли вечером, вот, говорит, смотрите, здесь никто не живет. Я неоднократно и прямо на суде ему лично говорю, и также в его блоге я ему писал, я его приглашал к себе домой. Все мы прекрасно знаем, зачем вот это вот вводить в заблуждение. Ну зачем это? Ну, откровенная ложь. Я приглашал к себе домой, он отказался. То есть он сразу проигнорировал меня и в блог поставил. Я не оскорблял нисколько, ничто, я действительно просто приглашал во время уразы. Второе, он утверждает, я не знаю, это эмоционально было или нет, зачем вводить в заблуждение. Он говорит, там используются такие химикаты, от которых может пойти кровь из глаз. Это что такое? Я в АТРАУ работал на химзаводе, это такие заводы, это вообще за город, ну, не важно, где находятся, да, не будем в право вступать в полемику, что какое должно быть. Но это же откровенная ложь. Что это такое? Потом он выставляет в роликах большие такие технологические барабаны. Мы были вот на выездном заседании, мы попросили, покажите, пожалуйста, барабаны. Там выяснилось, что этих барабанов там нет. Именно по адресу Потаневы. Зачем вот, ну, настолько это? Я не знаю, зачем опускаться до такого белья. Нам постоянно пишут, да, вот, что олигарх Ирменов. Нам выставляют в таком свете, что вот здесь вот богатые, плохие, а они бедные, хорошие. Я сомневаюсь, что хозяева кублея, они нищие. Я вот уверен. И причем я их не обвиняю в том, что есть у них средства, нету. Это их законное дело, они заработали, это их право. Просто не надо спекулировать на этом. И, вы знаете, спекулировать на этом не надо. И я опять-таки хочу сказать то, что, знаете, вот, в битве вот этих вот, скажем так, больших личностей, мастодонтов, да, опять-таки все забывают про народ, про простых жителей. У нас есть молодой человек, вот на первом еще собрании мы собирались, мальчишка. У него родители умерли, пока все это длилось. Он сейчас говорит, даже если мы, говорит, выиграем, я даже не знаю, что делать. Ему 21 год, он не работал, он студент. В какой банк он пойдет? Безработный. Даже если он работает, дадут ли ему кредитные истории, он не знает, что делать. Пока все это длилось, у нас уже несколько человек умерли. Потом, смотрите, многие, например, да, кто-то хотел улучшить жилищные условия, но, получается, подав... Вот у меня есть знакомые, соседи, они говорят, мы в деревне продали дом, чтобы вот здесь хотя бы внести первоначал. Нам идти некуда. Снимать, например, квартиры, сейчас у нас квартиры, по-моему, даже однокомнатные, да, уже, около 200 тысяч. А у нас... У нас только по телевизору, по Хабару, по-моему, показывают, не знаю. Я извиняюсь, конечно, для представителей Хабара, что у нас зарплата средняя по полмиллиона на человека. Нет таких зарплат? Действительно, людям некуда идти. Мы когда ездили в Астану и ходили на встречу с представителем суда... Мы ходили к представителям, верховные коллеги. Я вот что сказал просто, знаете, я боюсь социального взрыва. Какого? У нас в Алмате, помните, да, двух людей? Одну квартиру, по-моему, выселяли, и там была перестрелка. У нас здесь несколько сотен. Несколько сотен жильцов, детей, которые у них нет. Я не знаю, извините, пожалуйста, вы пришли посаботировать. Я вот все это время... Подождите, пожалуйста, я все время за вами наблюдаю. Вы вообще не слушаете, вы в телефоне лазите, у вас... Вас же попросили поставить на беззвучное. Вы не оставите все равно. Дайте я выступлю, пожалуйста. Я понял, что вы пришли саботировать. Ну, дайте, пожалуйста, закончу. Никто, кроме вас, никто, кроме вас, не возмущался. Все, пожалуйста. Я понял, зачем вы пришли. Ну, дайте я закончу. Заканчивай, заканчивай буржальный случай. Да, это видно, вы всем существом показываете. Заканчивай, ладно. Дайте, пожалуйста, мне закончить. Это, в конце концов, неприлично. Проявляйте, пожалуйста, уважение к людям. Вы же... У нас не брифинг. Вы можете покинуть, пожалуйста. Вы же прекрасно понимаете различия между ними. Вы же журналист, амарный хроник. Между брифингом и прессным фресом. Дайте мне, пожалуйста, закончить. Это, в конце концов, ну, невоспитанность. Я вас... Я уважаю свое время. Вы не журналист. Вы совсем не журналист. Потому что вы ведете себя очень агрессивно к людям, которые страдают сейчас. И вы не журналист, потому что вы не слушаете обе стороны. Вы сейчас делаете все, что... Вы ни разу не слушали. Вот вы все это время смотрите. Пожалуйста, закройте рот, мы закончим. Сейчас мы перейдем к вопросам. Погодите. Это не очень приятно. Пожалуйста, прекратите. Я не знаю, у вас совесть должна же быть. Ну, человечность внутри. Вы же сначала человек, потом журналист, в конце концов. И вот смотрите, нам постоянно покажут, что вот кублей... Да успокойтесь. И потерпите в конце концов. Вы уже все поняли, зачем вы здесь. Пожалуйста, дайте закончить. Ну, что это такое? Ну, пожалуйста, сейчас дайте, пожалуйста, я вас прошу. И вот в конце концов, я просто хочу сказать, нам постоянно говорят, что мы хотим закрыть завод, что-то еще. Почему-то за нас какие-то доводы говорят. Я не знаю, завод это, цех это... Я насколько понял, это цех. Нам все равно. Почему за нас говорят, что мы хотим закрыть? Нет, мы не хотим. Мне по барабану, если честно. Вообще, завод это... Ну, будет он закрыт, не будет. Я наоборот, за то, чтобы он работал, процветал, и все у него было хорошо. Прошу не делать за нас выводы. Пошу, не опускаться до вот этой лазнии. Вот именно Базарбека. Не опускаться до лазнии в белье вот этому. Он там высказывает уже про каких-то... По егошним высказываниям, мы все купленные, мы все вплоть до жильцов. Это что такое? Это вообще же уже нонсенс. Можно же действительно это оставить в зале суда, чтобы мы все ходили и не переживали. У нас люди действительно ходят уже, переживают, все через себя пропускают. И я прошу и к журналистам, и к людям, взываю просто о совести. Первоначально не думайте, пожалуйста, о том, что там Акимат, кто-то еще. В первую очередь это люди без квартиры остаются. В первую очередь. Потом, пожалуйста, вспомните о том, что вам платят, что вы журналисты, что вы блогеры, что-то еще. Это во вторую очередь должно быть. Сколько вам платят? Что-то, ну, не знаю, мерилом должна же быть совесть какая-то. Я хочу добавить, знаете, вся ситуация как в кино. Если бы давали бы Нобелевскую премию в этом фильме, наверное, господин Базарбек получил эту премию за лучшую роль в этом кино. Сейчас, а им есть что сказать? Да, да, есть. Здравствуйте, я проживаю на Целковского 1, корпус 2. Я заселилась туда в феврале месяце, потому что я продала свое единственное жилье, и мне просто негде было жить. Я внесла всю сумму туда, и сейчас по нынешним расценкам мне некуда будет пойти. По тем деньгам, которые я внесла и по Эрменовой, я по нынешним расценкам могу купить только одну треть квартиры под такой квадратурой. Сейчас цены выросли, и мы уже два года сидим и ждем. Не знаю чего. Мы хотим, чтобы, наконец, это все пришло к какому-то логическому завершению, чтобы местные информационные порталы поддерживали правду, а не то, что их купили. Прошу, чтобы нас услышали, потому что мы правда страдаем. У нас есть люди, которые, правда, уже не дожили до этого момента, уже их нету, они не... Получается, посмертно получат свои квартиры. Это разве нормально? У нас есть многодетные матеря, есть учителя, врачи. Им сейчас некуда идти. Они сесть скитаются по квартирам, или же сделали ремонты и живут в незаселенном доме, который ГАСК в любой момент может выселить. Представители кублей делают все, что угодно, пишут всякие петиции. Мало того, что в интернет, они пишут в Акимат, в ГАСК и делают все возможное, чтобы людей этих выселить. И такие посты выкладывают в интернете, что люди у нас уже с нервным тиком открывают эти ссылки и думают, что он там еще написал. Поэтому я прошу и представителей кублей передуматься и перестать делать эту информационную войну, перестать и подумать уже о людях. Мы живем в одном городе, я хочу, чтобы мы мирно существовали. И ЖК Циолковский находится не где-то за городом, как говорили они в прошлый раз на своей конференции. Это в центре города. Здесь проходит улица Абулхайрхана. Это одна из главных улиц. По этой Абулхайрхану можно доехать и до парка президента, до нового центра. Наш район, это новый центр. Он сейчас будет застраиваться не только Жанары Сабаровны, но и другими застройщиками. Сейчас у нас там недалеко обстроится СВС Батыс, например, и другие застройщики. Все эти застройщики, если вот с такой войной мы сталкиваемся, а на 500 метров они не должны расстроиться, то они тоже на эту территорию уходят. Я лично в 23-й школе училась и знаю, что в 2015 году я выпустилась. Получается, в 2015 году у меня там сестренки учатся. Получается, они все подвергаются этому воздействию, о котором они так громко кричат во всех социальных сетях, в судах. А в судах вообще происходит полный аншлаг, и клоунада со стороны Базарбека, он кричит и на судью, уже всех обозвал, и про всех говорит, что они его и заказали, и что все подставные, все купленные. Это неправда. Мы правда люди, и мы тут живем, и мы хотим получить свою квартиру. Нам уже правда некуда идти. Все нервы, физические и моральные силы у нас просто уже истощены. Следующим шагом, наверное, я пойду, если нас выселят, я пойду сброшусь в каком-нибудь многоэтажке, потому что это уже... Они все, ладно. Это уже, вот, фантазия. Спасибо большое спикера. Вы готовы ответить на ваши вопросы, на болевшие по данной теме? Это у меня сразу вопрос. Скажите, пожалуйста, вот был суд первая инстанция, вторая инстанция, потом был суд рекомен сюда, и потом что-то отменилось, и так далее. На судах первой серии вы приводили аргумент в суду относительно отсутствия санитарной зоны у Уврея. И какую оценку ваш этот аргумент получил у суда? Тамара Виколина, прежде чем ответить на ваш вопрос, я сразу скажу, что некоторые средства массовой информации грешат тем, что недоставлено предоставляют информацию. И либо в наших комментариях, которые мы даем по ходу этого спорного, разрешения этого спорного вопроса, выдираются из концерта какие-то определенные слова и вставляются в нужном русле. Для того, чтобы этого не было, я сразу обращаюсь к вам, журналисты и блогеры, что те ответы, которые прозвучат сегодня на ваши вопросы, чтобы они довелись в той виде, в которой они вам предоставлены. Отвечая на ваш вопрос, Тамара Виколина, по поводу того, что в первом суде, непосредственно, когда Кублей обратился в июле 2020 года, соответственно, на том судебном процессе было выяснено о том, что Кублей является ненадлежащим лицом. В связи с тем, что его права и законные интересы данного юридического лица не нарушены, суд пришел к выводу о том, что постановление местного исполнительного законно и обосновано. Необходимые доводы и доказательства, которые приводились сторонами, суд дал надлежащую правовую оценку и отказал от удовлетворения местных требований Д.О. Кублей. Впоследствии, да, Д.О. Кублей реализовал свое законное право, обратился с апелляционной жалобой в апелляционную инстанцию, решение суда в первой инстанции было отменено, апелляционная инстанция приняла к своему рассмотрению по первой инстанции и пришла к другому выводу, но это, опять же, ее право. Впоследствии я вам объясню следующее, что суд, апелляционная коллегия, апелляционная судебная коллегия западно-казахстанского областного суда, когда отменила решение первого суда, то есть СМЭС, и приняла к производству рассмотрение данного дела, они даже не истребовали правоустанавливающих документов у ТО Кублей. То есть в материалах дела на момент подготовки и написания кассационной жалобы в Верховный суд Республики Казахстан в материалах дела отсутствовали какие-либо правоустанавливающие документы ТО Кублей, но в решении суда указано, что ТО Кублей является смежником с Эрменовой и вторым основанием, по которым удовлетворили требования о том, что у них имеется завод четвертого класса опасности. Все вот эти постановления, которые я вам перечислила, все вот эти акты ввода в эксплуатацию, они были истребованы только судом при новом рассмотрении данного дела. Поэтому решение апелляционной коллегии и было отменено в том числе и по этим основаниям. Не только по тем основаниям, как говорит у нас наш оппонент о том, что только людей надо было привлечь. Нет, там не было ни одного документа, что вообще де юра Тео Кублей существует. И вот сейчас эти вопросы... этот аргумент приводили в суде, указывали... Конечно, конечно, конечно. И вы говорите, я как правильно понимаю, что суд вас не стал слушать. Мы говорим о том, что... Да, суд не стал слушать. Ну хорошо. У меня тогда второй вопрос к Жанаре. Вы дочь, да, Роберта Деменова? Нет, я его супруга. А, извините. Хорошо, у меня вопрос. Один из домов, он же не подпадает под этот спор и так далее. Один из домов. Он ведет в эксплуатацию? Как не попадает? Земля-то вообще... Там же 500 метров, там весь сервисок подпадает. Тихо, тихо, тихо. Один из домов не введен в эксплуатацию и все висит еще в возрасте, да? Один из домов. Нет. Нет, вы неправильно говорите. Первый дом, Солковская-1, первый корпус, там их 4, он введен в эксплуатацию и он уже реализован. Ну вот. Один из домов. Да, я оформила эти квартиры все. И вот оформление произошло на ипотечном кредитовании. 80% журецов на ипотечном кредитовании. Один из домов, это жиловый корпус. Да. Он обходный, квартир и продаж, и все там живут. Замечательно, хорошо. У меня вопрос к вам, тем, кто купил это жилье. Вот я вот прекрасно понимаю все ваши стены, и прямо вместе с вами хочется тоже поплатить, да? Представляете, деньги, единственное жилье. Ну позвольте, поскольку вы эмоционально очень, да, это как-то позволяли себе, я тоже позволю себе эмоции. Ну, безумно вас жаль. Но мне хочется спросить, вы знали, заключая, покупая квартиру у юрминов, что они не подписали договор, который разрешает далеко и привлекает средства дольщиков? Юрминов какой договор не подписали? Дело в том, что я не знала о том, что да, теперь у нас не договор, мы не дольщики, мы люди, намеревавшиеся купить, то есть у нас есть договор, намерение, было изначально. нашли, так, ну, тем не менее, вы не дольщики говорили, деньги отдали, мне надо, ну, мы... А это, это закон, Тамара, что есть? Простите, простите, давайте тогда так, я поняла, что... Виталь, вы начали... Есть закон, есть закон, закон есть, а за ним, Виталь, подожди, застройщик должен подписать с демантом договора, который разрешает им не привлекать средства дольщиков, в этом случае государство является выступать галантом, если застройщик не выполняет свои обязательства, то государство может защитить интересы дольщиков, которые свои деньги потеряют. Я строю, я строю на свои собственные средства, потом их продаю, не надо здесь говорить. Я вам сейчас... Это информация фейковая, если даже вам это говорят насчет дольщиков. Подождите, подождите, меня дольщиков нет. Подождите. И это я вам отвечаю сейчас. Я хочу вам обратить ваше внимание, что у вас вот опять недостоверная информация. Я вам сейчас, я вам сейчас объясню, что в законодательствах Республики Казахстан возможность заключения договоров любой формы заключения договоров многосторонних, двухсторонних, с любыми гражданами, юридическими лицами, не противоречащие закону. В данном случае вы сейчас переводите все в плоскость дольщиков. Мы говорим о том, что ИП Ирменова не заключала договор и не привлекает средства долевого участия дольщиков. В данном случае в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан ею заключены договоры намерения. Договоры намерения возможно заключить на любой стадии между физическим и юридическим лицом, между двумя физическими лицами. И правовые последствия договора намерения немножечко иные, чем договоры долевого участия. Соответственно, между гражданами и ИП Ирменовой заключены договоры намерения. На сегодняшний день и на момент рассмотрения дела по существу ни один договор намерения не был расторгнут по обоюдному согласию либо в судебном порядке. То есть ни одного решения суда конечно. застройщик очень хитро и юридически подставляет жильцов, вернее покупателей договоры намерения и они к сожалению учителяют право обращаться в суд и какие-то свои потерянные деньги должны подмещать. Ну как-то я могу вас юрисов спрашивать. Извините, а были такие прецеденты вот вы уже много лет? Нет, я хочу сказать, что никакой хитрости в данном случае нет. Поскольку правовые последствия договора намерения людям объясняются. Многие приходят со своими юристами и я думаю, что юристы тоже им объясняют правовые последствия. Поэтому никакой хитрости со стороны ИП Эрменовой в данном случае или каких-либо других застройщиков, которые существуют у нас в городе нет. Я добавлю вы же обращаетесь к жильцам, я такое добавлю. В городе 12-15 строительных компаний. И только один балашак. Значит, все остальные строительные законы, это встречный вопрос, все строительные законы, то есть не в рамках правового поля. И при этом местные исполнительные военные в эксплуатации те дома, которые не прошли долевого участия. Это не оправдывает, это просто говорит о том, что все в рамках правового поля. И если ваш друг Базарбек вам навязал свою точку зрения, конечно, это знакомые, вы же нечего скрывать. Я с вами гораздо больше граждан. Да. Ну, послушайте, вот вы сейчас ставите те вопросы, которые ставит нам господин Базарбек. Мы на них ответили, еще раз отвечаем, что в данном случае все в правовом поле. Ни один договор не оскорит ни кем. И если это будет возможность, мы отстаем свою правоту судить. Мы слышим вас. Расскажите, пожалуйста, я слышал, что ваша страна разрабатывала проект, который позволяет снизить возможные выбросы, которые заводят. Это верная информация или неверная? Как бы вы предлагали как вариант сокращения в таком виде? Вот смотрите, потому что Дарья Забарбек все технические тонкости не знает, а поскольку мы ведем это дело, в том числе и был разговор об этом. Значит, в июле прошлого года на площадке партии Нуратан был круглый стол с участием Галии Скалиева, то есть Акима области, Акима города, заместителя Акима города, представители ДО Кублей и сам генеральный директор, с нашей стороны были представители неопосредственно, также выкладывалась вот такая гео-съемка с гео-портала Google Maps и сидели вот так прям плотно сидели голова к голове и показывали какие возможные решения. С учетом того, что у нас на дворе 21 век, возможно высокотехнологичными инновационными решениями снизить возможность того, что если есть неблагоприятные факторы воздействия на окружающую среду и здоровье в населении человека, это путем того, что, во-первых, мы со свой счет брали все затраты, а эти затраты довольно существенны, потому что мы предлагали поставить итальянское, германское, то есть европейское оборудование для снижения выбросов именно химически активных загрязняющих веществ. Первое мероприятие мы предлагали увеличить, как мы сейчас делаем в новом микрорайоне, газовые трубы, которые идут в выброс, поднять на высоту порядка 6-го этажа, это первое, на окончание которое снизит практически до нуля выброс канцерогенных веществ. Это первое. Второе, значит, трех рублей ссылается на то, что у них шумовое загрязнение, поскольку там порядка 6 промышленных вентиляторов стоят, и они окажут шумовый фонд. В связи с тем, что перед заседанием в Новоуратане были неоднократные замеры СССР, на территории ЖК Циолковского установили, что шумового замера ни в дневное время превышения, ни в дневное время превышения отсутствует. Соответственно, мы могли сделать мероприятие путем ночного звукоизолирующих материалов поставить загрязнительную стенку шумовую, как это сейчас делается в европейских городах, и снизить, минимизировать воздействие. Это было сделано, да, это предлагалось. То есть, для чего это говорил? Для того, чтобы заключить медиативное соглашение на тот промежуток времени. Я правильно понимаю, что если будете меры, вы на смещенке готовы были сделать? На тот момент, на тот момент. То есть, это решило бы как бы проблему с интернозащитной зоной? Конечно бы решило, согласно вот этих правилах, это величина не константна, она непостоянна. В зависимости от конструктивных технологических решений, связанных с переоборудованием, реконструкцией промышленной площадки, это вполне возможно. То есть, ее уменьшить до, допустим, 30 метров, 50 метров, либо ее... Но тут еще есть очень интересный момент. Согласно этих же правилах, в случае, если норма предельно допустимых выбросов веществ составляет 0,01%, то санитарно-защитная зона устанавливается в пределах промышленной площадки, то есть ограждена кого углей. Этих подтверждающих данных мы не видим, поскольку натурных исследований, которые они должны сделать в течение трех лет, для того, чтобы остановить санитарно-защитную зону, их нет. Еще вопрос. Сегодня одновременно звучало, что Ваша страна считает, та страна, скажем так, говорит какие-то предприятия клеветнические сведения, клевещие. Были какие-то мысли, может быть, будет оставить судеб именно вопрос клеветей? На настоящий момент мы ответим так, что пока идет судебный процесс, связанный с разрешением спора по существу, те летнические высказывания, оскорбления, которые должны решаться в рамках правового поля, то есть мы оставляем за собой право это либо сделать позднее, либо просто просить великодушно этого человека, который это допустил. Главное сейчас это проблема двух тысяч человек. Те люди, которые должны заселиться в своей квартире. Личные амбиции, которые высказывали были, мой адрес там поступали и прочее, я их оставлю ради того, чтобы было законное и справедливое решение судебно. Последнее, о том, я правильно поняла, что вы утверждаете, что вот в этом месте конкретно, где сейчас окружены, там на самом деле нет завода, я правильно это поняла? Там нет, да. Завод находится по адресу Рыбцех 55, там они будут заблуждены. Мы так считаем. А у меня вопрос, скажите, пожалуйста, сколько людей, которые подписали с нами договор о намерении, потребовали деньги и со какими деньгами людьми расплотились? Это информация носит конфиденциальный характер. Действительно, было несколько обращений по возврату денежных средств или по решению вопроса предоставления им другого жилья, аналогичного, в других строящихся домах. Этот вопрос был разрешен добровольно и поэрменовой, в рамках закона, и ни один человек, попросившийся вернуть ему денежные средства, не обратился опять-таки в суд за защитой, как он считает, своего нарушенного права, взыскания какой-нибудь убытков. То есть, все люди, которые решили выйти и забрать деньги и не требовать, в общем-то, не ждать разрешения этой ситуации, остались довольны. Еще один вопрос. Вот один из фактов, я сразу скажу, что вы меня сейчас не обвиняли. Вот там. Ну не обвиняют, константируют факты это разные вещи. Это тоже будет клевитое с вашей стороны. Это разные вещи. Я сейчас вопрос расскажу. Просто скажу. Я в этой ситуации, в которой уже два года она уже, как нам, журналистам, в губах наряжу, мы уже все ваши документы знаем. Я точно не знаю, что все стороны в этом конфликте, все так или иначе приступили через закон. Никто, кто в этом участвует, не считает себя нужным уважать закон. Но поскольку вы здесь, я вам на такой вопрос хочу задать. Я точно знаю, что у предпрокуратуры было установлено и выдано предписание о том, из-за чего уволили Акима города с бедотности. Мне вчера авторитетно об этом сказал сам извинитель города Аким Горг и Самохим области, что прокуратура выдала эти подписания уволить Ченнаберкова, поскольку они выдали разрешение Эрменова, хотя они этого не имели права делать. Я в общем говорю. Я вот хочу сказать, госпожа Эрменова, вы за какие-то нарушения закона принимаете какую-то свою ответственность? или вы абсолютно белым пальцом? Подождите, Томана Анатольевна, вы сейчас передергиваете факты. Во-первых, на том, что Бхан Базарбек ссылается на какие-то предписания. Я отвечаю вам, прежде, чтобы прозвучал ответ. Вот те предписания, которые вы сейчас в своей речи уже сказали, два предписания прокуратуры города Уральска, прокуратуры области, мы их даже в глаза не видели. Нам никто их не предъявлял для знакомления. Вот сейчас просто так с трибуны решать каким-то листочком Маши, что это представление прокурора. Ну хорошо, он сказал это, но подтверждение, то есть мы не расписываемся не ознакомлены. Причем, позовер, вы вчера зависите как ему города. Еще раз говорю, то, что было принято решение связано с увольнением Акима других государственных должностных лиц, нас это не касается. Раз. Во-вторых, ни одного нарушения ИПР не допустило. Вы о чем? О каких нарушениях? В рамках рассмотрения данного в рамках этих постановлений Акимата, вы говорите, я вам объясняю, что первое постановление Акимата, которое оспаривается в судебном порядке, первое постановление Акимата, оно датировано 2019 году, ноябрем или октябрем. То есть постановление Акимата об изменении, об утверждении нового ПДП. Госпожа Ерминова стала собственником этого земельного участка в марте 2020 года. То есть получается, что постановление Акимата, которое было вынесено за 4 месяца до того момента, как Ерминова купила этот земельный участок, сейчас вменяют вину в том числе Ерминовой. То есть Ерминова не купила эти земельные участки для строительства, если бы она не увидела, что изменено ПДП. То есть ПДП изменено. Более того, на вот этих вот, на этой территории уже находился построенный дом, один, три или четыре этажа. И вот это все было заложено в банки, организации, которая явилась, так сказать, продавцом этого имущества. И в данном случае Ерминова приобрела имущество, которое находилось в залоге банка. Соответственно, она проверила, что ПДП уже изменено, что разрешение, документы разрешительные имеются, что земельный участок соответствует границам. Если бы вот этого всего не было, то никакого регистрации права собственности за ней, и уж тем более оформления сделки у нотариуса не было. А уже потом, когда она приобрела, она обратилась в ЭКИМАТ за изменением целевого назначения в связи с тем, что имелось уже новое ПДП. И, соответственно, ей изменили это целевое назначение, поскольку она соответствовала новому ПДП. И потом, когда уже возникли претензии ТО Кублея, она изменила корректировку ПДП для того, чтобы она проектировала там шесть домов. Но когда возникла вот эта ситуация, она обратилась в ЭКИМАТ и попросила внести корректировку ПДП, уменьшив на два дома, чтобы никоим образом это... Поэтому в белом она пальто, в сером или в голубом это решать вам. Но обвинять нас в том, что Ерменова или госорганы вынесли... Вы понимаете в чем дело? Мы не видели вот этого прокурорского... Поэтому обсуждать его мы не можем. Нам говорят, что оно де юра существует в природе, но нам его не представляли, нас с ним никто не знакомил, мы о его существовании узнали только судебный порядок. Пожалуйста. Опять последний, на самом деле последний. Смотрите, вот насколько я понимаю ситуацию, выходит так, что та страна намерена что-то делать для того, чтобы конфликт продолжался. То есть они придумали завод, отказываются от... отказались от вариантов скачения средиазначных значений и зод, и так подобное. У вас есть какие-то предположения, для чего это происходит? Ну, в чем проблема? Может быть, какие-то личные взаимоотношения? То есть какое-то должно быть объяснение? Просто интересно ваше мнение. Вот когда у нас возник этот спор, точнее, когда мы возникли в этом споре, я хочу сразу объяснить ситуацию, что мы не участвовали в суде первой инстанции, апелляционной инстанции. Мы приняли решение участвовать по данному процессу и оказывать представительские услуги ПРМИН уже на стадии подготовки написания жалобы в конституционную коллегию Верховного Суда, понимаете, чтобы было понятие. Так вот, когда мы ознакомились с материалами дела, потому что для того, чтобы встать на защиту или не защищать, первым делом, что я делаю, это говорю о том, чтобы мне понять ситуацию, я должна ознакомиться с материалами дела. И я ознакомилась с материалами дела, я тоже задала этот вопрос и по Ирменовой. Я сказала, вот понимаете, видимых причин этой ситуации как таковой нет. Как правило, там либо ищите женщину, либо ищите деньги, да, но какая ситуация может возникнуть между двумя уважаемыми себя крупными, в общем-то, предприятиями, крупными бизнесменами города Уральска. Это Берекешин Талгатом Маликовичем и Ирменовой Жанар Сапарин и ее супруга, который, в общем-то, тоже участвовал в решении вопроса о мирном урегулированном споре. Это Ирменов Роберт Матягулыч. Мы тоже задали вопрос, в чем проблема, может какие-то личностные интересы, может еще что-то. Этот же вопрос я задавала Талгату Маликовичу, когда мы встретились на площадке Нуратана. Я спросила, Талгат Маликович, вы же видите сколько людей, ну давайте сядем за стол переговоров и мирно урегулируем этот спор. На что был дан вот такой ответ, что вы меня тут учите? У меня юристы с Алматы и Астаны. Кто вы такие? Я ему ответила на тот момент, я сказала, извините, пожалуйста, у нас что, образованность или грамотность юриста определяется местом его проживания? На что ответа не получил? Так вот, в данном случае мы считаем, я считаю, это мое личное мнение, что вот эту ситуацию можно было бы урегулировать этот спор, если бы не появился представитель, которому интересно пиариться на фоне этого дела. То есть, можно было бы сидеть за стол переговоров, прийти к консенсуму какому-то и заключить медиативное соглашение. Вы полагаете, что это не решение? Я считаю, что кто-то подверевает интерес, я не могу говорить, я не знаю кто, я не могу апеллировать фамилию, но кто-то подверевает интерес Берекешева для того, чтобы вот этот процесс продолжался. Когда у нас шел процесс в Верховном суде, уже в Конституционной коллегии, было первое заседание, нас отправили в область с учетом, и дали бы указания, каким область принять меры к тому, чтобы все-таки урегулировать этот спор миром с учетом интереса Акимата и застройщика. Сейчас тут та сторона пытается говорить о том, что областной Акимат заставляет, принуждает к миру. Фактически просто Акимат исполнял указания для полного судья. Наш вопрос конкретный был. Полкат Марьевич, вот мы напротив так же сидели, мы готовы? Он говорит, нет, не нужно мириться, не нужно решение суда. Это его дословный ответ. Я хочу добавить, у меня, ни у моей семьи, ни у меня с ним никогда не было, ни личных, ни каких-то дружеских отношений. Я, честно сказать, до вот этого процесса этого человека не знал ни в лицо, ни его фамилию, ни имя, отчество. Аскар, пожалуйста, Акимат. Камень в преткновении это санитарно-защитная зона, что якобы Ташихар-Солковская построена на территории данной санитарно-защитной зоны. Было заключение 15-го года, да, об усыновлении, но рядом стоит жилой дом советской постройки, пятиэтажный, который вошел вот в эту зону, я правильно понимаю? Да. И тут встает вопрос, каким образом давно было это заключение вообще? Получается, что изначально это заключение не затронило? Когда он должен был судиться с этими жителями этого старого пятиэтажного дома? Он даже ближе находит. Можно не так немножко сказать, а сказать. Дело в том, что вот оно, перед вами, я вам могу ближе дать ознакомиться с санитарно-экологическим заключением. Еще раз повторю, оно выполнено на проект предельно допустимых выбросов вредных веществ. Это не является документом установления границ санитарно-защитной зоны. Этот документ лишь предшествует тому, что в будущем будут осуществляться натурные исследования и подтверждаться о том, что действительно есть вредные выбросы. И только после того, когда мы вам рассказали порядок, когда будут получены вот эти выбросы, будет данное положительное заключение санитарно-экологической экспертизы, оно после этого документа отправляется в местность органов об установлении. Документ о санитарно-защитной зоны? Нет. Отсутствует. Его нет. Вы просто его не видели. Нет, его не слышали. То есть все госорганы дают показания, что, соответственно, МЭКСЭС говорит о том, что мы дали только заключение на ПДВ, на проект. В дальнейшем какие-либо действия связаны с натурными исследованиями и уведомлений нас для получения проведения экологической экспертизы. В случае ее положительного заключения направляется в документ в местность спонсорного. Этого не было сделано. Мы сделали запомнил. И еще один момент такой. В ходе судебного разбирательства передергиваются наши слова, даже не наши слова, а представители наших санитаров, которые говорят о том, что ему представитель кублея задает вопрос. Что будет в будущем? Вот у нас он срок действия этого документа в 24-м году заканчивается. У нас из-за этого он нас закроет. Он говорит, извините, я как вам могу сказать, что будет в следующем году? Вот вы проведете экологическую экспертизу и по результатам этой экспертизы наш орган выдаст вам заключение. Он говорит, я же не знаю, может у вас объемы производства упадут. Может быть вы там техническую реконструкцию какую-то сделаете определенную и у вас не будет в том виде. Там снова схода нет, на чем идет таки данных у нас нет. Нет, мы не об этом. Спасибо большое. Так, уважаемые коллеги, у нас осталось 6 минут. Если есть вопросы, задавайте. Все, спасибо большое. Если нет вопросов, всем большое.